здравствуйте дорогие друзья всем привет кариночка здравствуйте рад вас видеть оля стрельцова привет 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 дорогие мои я сегодня обещал выйти в прямой эфир поэтому я в него выхожу обещал выйти в прямой эфир с стоунхенджа я уже в stories говорил о том что мне не получилось доехать туда потому что есть определенные проблемы с транспортом я на завтра уже арендовал машину утром я приеду туда и я только что был в одном очень знаменательном месте я возле него сижу это собор святого павла кто знает кто знает что это за место это абсолютно уникальное место это сама огла самый главный собор англиканской церкви с невероятной историей и место на котором находится этот собор но в этом месте люди молятся начиная с 7 века представьте насколько здесь удивительно и уникально и на самом деле я такой достаточно отшельничный парень для меня важно тишь ну что была тишина что было какое-то уединение любое место силы для меня она ассоциируется но с каким-то таким знаете аскетичным местом чего не скажешь про этот собор потому что собор находится в центре лондона и здесь достаточно так индустриально очень много очень много шума вокруг но несмотря на это когда я погрузился в это место я отправил ассистенту сейчас видео я помолился там и записал видео о том что этом чувство что этом ощущаю вышел прямой эфир для того чтобы сказать о том чтобы мы с вами не забывали ни в коем случае ни в коем случае погружаться вовнутрь себя мне очень часто говорят сереж вот как так получается вот ты занимаешься кармологии у тебя школа по кармологии ты занимаешься психологией как это вообще может повязаться с церкви потому что я постоянно посещаю монастыри я хожу в храмы в соборы не только православный но и католический цех храма католизм католические храмы и вот сейчас в англии впервые мой опыт попасть в храм англосакской церкви что для меня вообще впервые для меня это был какой-то закрытый мир и этот эгрегор для меня был очень непонятен и вот когда я сегодня попал в храм святого павла я понял что на самом деле они очень пересекаются с христианским эгрегором мне очень комфортно было там находиться и я сдал вопрос почему опять ты здесь находишься ответ у меня один только для того чтобы честно поговорить самим собой суть современного мира заключается в том что он уводит нас от истинного от истинного понимания самого себя потому что современный мир он этот мир циф оцифровки мир где все оцифровывается в этом состоянии к сожалению мы забываем смотреть в себя заглядывать в себя обращать внимание на те истинные желания которых мы хотим мы забываем о своем истинном пути и вообще в принципе мы живем без пути мы живем как будто бы по какой-то анаите по какому-то пути которую вам кто-то предначертал или не знаю установка рода или установка страны государства и все это во мне вообще возбудило очень такие очень глубинные внутри протестующие процессы вы знаете о том что я прилетел в париж перед тем как я приехал в лондон конечно в париже у меня были очень интересные истории и я обязательно не расскажу как я восстанавливал контакт с духом самого парижа потому что я прилетел в какой-то непонятный аэропорт мне пришлось все рахнути пешком у меня начали ломаться колеса на чемодане и в общем-то произошла магия которая вот прям меня доставила спустя четыре часа в сам париж и когда я прилетел в лондон у меня внутри появилось внутреннее состояние глобального обмана что я человек абсолютно маленького элементарного сознания которое глобально сейчас находится в состоянии обмана окружающего мира я человек который принадлежит к классу к клану к какой-то социальной ячейки и проблема заключается в том что чем бы ты не занимался как бы ты не развивался ты все равно являешься чаще частью какой-то ячейки и когда я приехал в лондон я написал нет некоторые строки хочу вам их прочитать я очень много пишу и кто меня знает вы знаете что всегда в разные страны берут разные блокноты всегда новые покупаю перед лондоном не подарили мой дядя родной патри вот такой красивый блокнот ручная работа спасибо коленька тебе большая написал следующие слова я попрошу вас их послушать я проведу отдельно прямой эфир вот по лондону так как я и обещал потому что не есть что сказать и очень много во мне кипит бурлит возможно не совсем приятного совсем того чего бы хотелось бы вам услышать но это то что меня сейчас будоражит возбуждает это что во мне открывает совершенно новую уникальную зону роста слова написал следующий по поводу классовости и по поводу ячеек каждый человек относит себя к ячейке потому что это потому что это условия которое навязано обществом находясь в лучшем городе мира я оговорюсь лондон считается лучшим городом в мире уже шесть лет хотел чихнуть но не получилось или чихнул или не чихнул на протяжении шести лет лондон является лучшим городом мира по комфорту жизни находясь в этом лучшем городе мира я сумел осознать лучшее что есть на этой планете и лучшее должно стать точкой старта что я здесь имел ввиду когда мы с вами находимся в какой-то социальной ячейки до нас социум формирует когда нас формируют ну и не знаю государство семья друзья родные и близкие качество этой социальной ячейки они создают для нас некий фундамент потому что они закладывают в нас обстоятельства и именно этот фундамент является отправной точкой которая позволяет нам идти вверх и вот я не понимал и задавал вопрос ну ко мне осад прилетела смотрите иди сюда я задавал вопрос почему я не мог попасть в англию потому что дважды я подавал визу и оговорюсь в январе я подавал документы на визу в англии у мне был у меня стоял отказ второй раз по непонятным причинам не давали объяснения хотя но адекватных причин на это абсолютно не было я попадаю в англию после смерти елизаветы 2 что очень интересно об этом тоже будет эфир когда я буду говорить о англии но когда я нахожусь в этой лучшей точке который которую я создаю для себя она для меня является отправной точкой точкой старта которая позволяет мне выстраивать свою будущую жизнь совершенно новом в новой высоте в новой величине и совершенно с другими горизонтами и вот эта точка старта она создает почву для лучшей версии себя почему для лучшей версии себя смотрите мы с вами состоим из того из чего мы питаемся от какого источника мы с вами питаем энергию от какого источника мы питаем образование из какого источника мы питаем и формируем социальные привычки и в общем то если мы их формируем как бы из какого-то правильного понимания, то мы способны для себя создать очень такую позитивную, хорошую почву. Хорошо. Это версия, версия себя, это версия свободы выбора с открытым сердцем и пониманием, кто я. Я считаю, что я тот человек, который очень близко приближен к внутреннему состоянию, кто я, к пониманию, кто я. И я, наверное, успешно обучаю этому людей, которые идут за мной, адептов своей школы, адептов метода. Но когда я приехал в Лондон, ходя по этим улицам, смотря на людей, я понял, на самом деле, что находясь в ограниченных социальных ячейках, понимать и осознавать, кто я, действительно крайне тяжело. Здесь, в Лондоне, на самом деле, я ощутил глобальное открытие в свое сердце. Почему? Потому что здесь я не увидел предрассудка, здесь я не увидел классовости, и здесь я не увидел вот этого деления. Потому что я видел, то, что я видел здесь, что меня поразило, это невероятное смешание вот этой классовости. То есть буквально, где миллиардер выходит, я не знаю, из бутика Диор, тут же, в общем-то, далеко не самый благополучный человек-иммигрант толкает этого миллиардера, и этот миллиардер говорит ему «I'm sorry, please». Для меня это был шок, потому что я считаю свой идеальный мир, в котором я находился, к примеру, в Украине, неважно, где бы я находился, я считаю, что я нахожусь в идеальном мире. И очень часто мне мои друзья говорят, что этот идеальный мир, Сережа, этот идеальный мир просто создан тобой. И это твоя иллюзорная картинка, ты в ней находишься. И вот, ну, очень хорошо, что ты... Я говорю, да, это моя картинка, я самостоятельно принимаю решение находиться в этой идеальной картинке, и в моей картинке, собственно говоря, вот будет все так прекрасно. Но все равно я постоянно слышу или вижу, да, там какую-то там, где там не совсем благополучный человек с презрением смотрит на богатого человека или богатый человек на непонятно смотрит или растрожествляет себя с бедным человеком. У меня это всегда вызывало протест. Особенный протест у меня это вызывало, особенно когда я вернулся с Афона. Да, когда я вернулся, сказал, нет, простите, социум это вообще не для меня, наверное, я поеду в Афон, в Грецию, потому что здесь мне не хочется находиться. Ладно, сейчас я закончу то, что я написал. Так вот, размышления на тему, кто я, наверное, были у каждого, но именно в Лондоне я понял, почему этот город пронизан всеобщей свободой от зацепок и условий, от условных взглядов. Этот город сочетает в себе невероятную смесь классов и поголовное уважение и порядок. Размывают границы любого класса. Происходит оголение истинного понимания себя. Потому как неважно, как ты выглядишь, сколько у тебя денег, какие у тебя взгляды на жизнь, как раз вот эта свобода и позволяет ощутить энергию и ресурс, заложенный абсолютно в каждом человеке. И когда я написал, что Лондон – это абсолютно удивительный, прекрасный город, мне несколько людей написало очень такую интересную фразу, которую тоже мне хочется обсудить, о том, что, ну, конечно, комфортно может жить в Лондоне только человек, у которого есть миллионы. Или второе сообщение, которое я получил в окошке, это было сообщение, что хорошо здесь только богатым. Так вот, я открою одну маленькую вещь, которую я декларировал в прошлом году на своем вебинаре «Изобилие Вэра Водолея», продекларирую сейчас это в открытом доступе, что богатый человек – это не то количество денег, которое вы имеете на своем счету. Богатый человек – это не то, какая у вас машина, это не то, сколько у вас недвижимости. Богатый человек – это состояние вашей души и алгоритм мышления вашего разума. Богатый человек – это изобильный человек. Но изобилие – это не о количестве денег. И каждый человек в контексте тех накоплений денежных, которые он имеет, способен быть богатым. Пусть ты будешь иметь 100 долларов или миллиард долларов, и тот человек, и тот человек способен назвать себя богатым и ощущать себя абсолютно одинаково. Потому что это состояние является нашим внутренним состоянием, которое у нас появляется исключительно тогда, когда мы избавляемся от условностей, когда мы избавляемся от предрассудков и когда мы уходим от состояния осуждения. Не может человек богатым стать до тех пор, пока он будет измерять богатство в размере денег и до тех пор, пока он будет осуждать счастливого человека из-за того, что он счастлив, видимо, только потому, что он богат. Я пришел к одному уникальному пониманию, которое я открыл перед собой в конце августа. И это понимание мне пришло благодаря Ане Ширковой. Возможно, ты меня видишь, это уникальный психотерапевт, это мой учитель по психосинтезу, ко-тренер в моей школе по психосинтезу. И вот, когда мы начали делать мою технику расторжествления, я сдал запрос, говорю, «Слушай, Ань, скажи, пожалуйста, почему у меня поднимается внутреннее состояние протеста к социуму?» Она говорит, «Давай с тобой разберем». Мы начали погружаться в мое прошлое, я чего-то хотел. Я был в новой службе, я хотел богатства. Я об этом декларировал, я хотел много денег, я так хотел очень хорошо зарабатывать, потому что я хотел квартиру, я хотел машину, я хотел путешествовать. И вот она мне задает вопрос, она говорит, «Сердишь, ты путешествуешь?» Я говорю, «Да, я путешествую». Говорит, «У тебя есть машина?» Я говорю, «Конечно». «А есть квартира?» «Да, конечно, есть квартира». «А ты можешь, что ты можешь себе?» Говорит, «Ну, я могу себе позволить все, что я хочу». Она говорит, «Так, почему ты задаешь вопрос, что у тебя есть протест?» То есть у тебя нету точки счастья? Я говорю, «Ну, ты знаешь, видимо, она неполноценная». «Так, значит, все-таки точка счастья была не в богатстве». И когда мы говорим о богатстве, отрожествляя его с количеством денег, это ложное убеждение, и я сразу прошу вас разбить эту иллюзорную программу, которая ничего не имеет общего. На самом деле с богатством. Так вот, вот это такая повесть, которую я написал. Не повесть, я вам даже могу показать, как я пишу. То есть я пишу всегда кусками, мне приходит, приходит, приходит. Я потом все это отправляю нужным людям, и они мне отправляют. То есть выглядит все это всегда вот так вот. Или вот так вот, например, это выглядит. То есть вот прям кусками, кусками, кусками я себе записываю то, что мне приходит или то, что я слышу. У меня всегда блокнот со мной есть. Это очень хорошая рекомендация. Кстати, всегда якорите ваши мысли, ваши чувства и ощущения. Это очень помогает. Сейчас якорю свои ощущения и чувства от собора Святого Павла вот в прямом эфире, но писать сейчас буду. Так вот, хотел провести прямой эфир на тему Англии, на тему этого Грегора. Что это за энергия, что я ощущаю из-за Елизаветы. Очень много всего во мне поднялось. И во мне поднялся, кстати, как раз-таки пробивной вот этот потолок, почему я считаю отправной точкой для себя Лондон. Я действительно считаю себя человеком абсолютно свободным от любых материальных устоев, от любых материальных зацепок. Все мои друзья, которые смотрят меня, родные, близкие, они это знают. Я никогда не считал деньги, я никогда не спрашивал о деньгах. Я невероятно щедрый, открытый человек. И я считаю, что имею деньги только лишь потому, что я о них никогда не думал. С момента, как я покончил с онкологией, до момента, как я думал о деньгах, их никогда не было, несмотря на то, что их было много. И вот, когда я приехал сюда, первое, с чем я столкнулся, я столкнулся со своим сознанием. С чем я столкнулся? Цены. Я же вам только что продекларировал. У меня была коуч-сессия с моим другом, который сейчас учится на коучинге. Он провел мне коуч-сессию, его попросили провести коуч-сессию с успешными людьми. Он мне начал задавать вопросы, коучить по деньгам. И он вообще не понял, каким образом я имею то, что я хочу, потому что это абсолютно в полном разрезе всего того, что учит любая бизнес-школа или все то, что учит концепция социального мира, концепция капиталистичного мира. И вот, когда я приехал в Лондон, я столкнулся с ценами. Я сажусь в такси 80 фунтов. Я сажусь в ресторан 120 фунтов. Я хочу взять вот это 50 фунтов. У меня первый день, у меня действительно включается сознание. Это буквально то, что мне писали в окошках. Ну, наверное, в Лондоне может жить столько человек-миллионер. Ого, как-то это дороговато. Как-то, стоп, секундочку. А если я переведу 80 фунтов? А если я их переведу на гривны? А это будет 4,5 тысячи гривен для того, чтобы просто проехаться от точки А в точку Б? Ничего себе. А может быть мне поехать в метро? Ну, метро же тебе некомфортно, потому что тебе будет плохо. И у меня первый день, у меня вот эта внутренняя программа, она меня разрывала. И со мной был мой друг Женя, который меня принимает, который помогает мне здесь с документами. Он говорит, Сережа, что с тобой? А он меня знает 10 лет. Говорит, ты вообще как? Говорит, я тебя предупреждал. Да, это такой город. Говорит, но мы должны что-то сделать. Говорю, я знаю, что это сделать, говорю, идем договариваться. Мы пошли, взяли конфеты. Вы видели stories там, где я раскладывал на дерево конфеты. И я разложил, подошел, поздоровался с этим деревом. И на следующий день, когда я проснулся, у меня произошла одна уникальная вещь. Что для меня сейчас пробивается потолок, открывается новая вершина, потому что моим фундаментом отправной точки сейчас является Лондон, который пропитан, он пропитан не деньгами, он не пропитан богатством, он пропитан свободой. Вот это то, что я ощутил. И вот я понял, что если я здесь нахожусь, значит, мне нужно вот всю эту свободу вобрать в себя, вот прям поглотить эту энергию вот этого города, этих людей, этой религии, этой культуры вовнутрь себя, впустить ее в себя, договориться с ней и отправной точкой своей ставить не те установки, которые мне закладывались в детстве, а ставить отправную точку моего нового потолка, который будет передо мной, то, что я испытываю сейчас. В этот момент я зашел на сайт и арендовал для себя private вертолет. Я не знаю, сколько он стоит. Я хотел поехать на Стоунхенш. Почему я сегодня не поехал на Стоунхенш? Потому что я начал искать в первый день, каким поездом я могу ехать, через какие пересадки, в каком селе мне нужно пересаживаться. Нет, мне это не нужно. Я позвонил в компанию, и мне выделят машину, я завтра приеду утром, мне дадут машину, я поеду на машине. И я понял одну очень интересную вещь, что когда я же человек точно такой же, как и вы, я всегда это декларирую, у меня точно такое же сознание, как и у вас, точно такие же эмоции, точно такие же чувства. У меня поднялись эти эмоции, но в этих эмоциях, анализируя их, умея чувствовать себя и слушать себя, я открываю перед собой совершенно новое. И вот когда я открываю совершенно новое, ровно в этот момент, ну, собственно говоря, я понимаю, что я расширяю перед собой совершенно новые горизонты. Я 24 числа, я улетаю в Португалию, и, собственно говоря, я планирую через полтора месяца вернуться обратно сюда, для того, чтобы получить не просто уже вид на жительство, а для того, чтобы подать документы для определенного действия, которые я хочу укоренить здесь, и я хочу здесь оставить один некий след и заякорить себя. Ну и, в общем-то, Англия для меня оставила очень уникальные и непоправимые эмоции и чувства, которые я продекларирую после Стоунхенджа. Почему после Стоунхенджа? Стоунхендж – это была такая моя мечта, и мечтал я попасть на Стоунхендж, представьте, 5 лет. Именно поэтому 2 года я подавался на визу, первый раз я подавался на визу, 3 года назад мне пришел отказ, я в январе подавался опять, перед днем рождения, мне опять пришел отказ, ну вы меня знаете, я человек отклика, ну нет, ну хорошо, значит не нужно. Какая была моя задача? Почему я хотел попасть на Стоунхендж? Я попал, во-первых, хотел попасть на нулевой меридиан. Нулевой меридиан, вот место, где расположен Лондон, для меня вообще Лондон, вообще Англия, это голова мира, вот глава мира. Вот я, можете, там, я не знаю, через призму критики отнестись к этому. В моем понимании всем миром управляет как раз-таки Англия. Шея всего мира – это Израиль. Америка – это исполнитель вот этой шеи, вот этой головы, которая вот там себе выполняет определенные. Потому что в моем понимании все, что происходит глобально в мире, начинается и рождается здесь, в Англии. Технологические прогрессы, я не знаю, там, военные действия, теории заговора и все остальное. Вот как-то вот центр изгусток всего находится конкретно здесь. Хорошо. И вот когда я понял, что вот этот центр, который всем управляет, я задал, почему так? Это нулевой меридиан. Я побывал на Гринвич, я перешел, я поехал на Гринвич, перешел через нулевой меридиан 18 сентября. Это было очень знаково для меня. Смотрите, кто ко мне пришел. Я не могу вам не показать. Смотрите. Видите? Видите, какая красивая серая белка пришла? Вот она к нам бежит. Смотрите. Как вы думаете, что сейчас будет? Ну, в общем, вот видите, вот такой интересный вот он Лондон. Ну, смотрите, как она просит орешки у меня, а у меня их нет. Да, в общем, это очень интересно. Малышка, иди сюда. Да, она орех хочет. Ну, конечно, орех, а что же она еще хочет? Давайте ей дадим. А шоколадку, наверное, нельзя белке. У меня есть конфетка, но я, наверное, шоколадку не буду давать, потому что думаю, что она может ей навредить. Я хотел побывать на нулевом Меридиане, и я хотел попасть на Стоунхендж. Почему? Стоунхендж для меня, как для человека, который не просто занимается энергиями и работает с сознательными и бессознательными процессами, а еще умеет создавать места силы. Для меня важно посетить это место как место силы, потому что для меня Стоунхендж – это не просто сефира мира, а для меня это место, которое тянет меня туда, я даже вот говорю сейчас об этом, у меня поднимаются невероятные эмоции, невероятные чувства, и точку моего понимания и такого оторжествления с Англией, безусловно, принесет Стоунхендж, на которую я поеду завтра. Если там будет у меня интернет, я обязательно выйду в прямой эфир, для того, чтобы мы с вами создали установки в этом месте. Я прям вас подключу к этому Стоунхенджу. Мы уже сделаем небольшую практику, мидитативную. Это мне пришло, кстати, в соборе святого Павла. Это вот как работает местность, как работает местность на меня вообще, на всех, кто осознанно подходит. И вот это мечтой моей была конкретно попасть туда на Стоунхендж. И очень интересно, что я завтра туда уже попадаю, очень интересно, что это место передо мной открывается, ну и, конечно, я знаю и уверен, что там придет какая-то интересная информация, потому что готовился к ней на протяжении трех лет. Что это будет неизвестно, завтра посмотрим с вами. В общем, вот так вот. Вышел для того, чтобы сказать и объяснить. Вышел для того, чтобы вот как-то вас немножко повесить, потому что я говорил о том, что я выйду в прямой эфир, потому что буду ехать в Стоунхендж. Видите, не поехал, объяснил почему, но в эфир вышел. Завтра обещаю вам, что когда буду в Стоунхендже, если будет интернет, проведу эфир. Если не будет, запишу много видео для того, чтобы вы посмотрели, что и как. Ну и, в общем-то, это все. Стоунхендж просто мечта в очень сильное место. Ну, безусловно, очень сильное место. Именно поэтому я туда и хочу поехать. Именно поэтому. В общем-то, вот так вот. Если есть какие-то вопросы, готовы ответить, можете задать мне их. А, давайте поговорим же с вами. Кстати, 21 число проснулись мы сегодня от мобилизации в России. Проснулись от мобилизации в России. Интересная информация, правда ведь, дорогие украинцы? Что Россия объявила мобилизацию. Что для меня вообще это за день? Такое 21.09. 21.09 глобальный день расширения границ. День мира. День, когда необходимо восстанавливать контакт глубокого соединения с мирной почвой. Для того, чтобы соединяться с миром. Для того, чтобы дарить мир. И Путин, конечно, человек, который, к сожалению, делает такие страшные ошибки, в день, когда нужно делать мир, объявляет мобилизацию. Как вы думаете, чем грозит такое уникальное действие? И к чему оно будет приводить? Оно будет приводить к глобальному расколу. Потому что энергия миротворца – это очень сильная, это очень мощная энергия. Это энергия, которая… Это энергия христианского эгрегора. Это энергия матери мира. Это мать мира, которая должна, ну вот как бы, плодородить мир, создавать мир. И, в общем-то, когда я сегодня утром проснулся и увидел, ну вот это уникальное объявление, я не могу сказать вам, что я расстроился. Я не могу сказать, что я огорчился, у меня появился внутренний страх или состояние Богородицы. Кстати, сегодня… Сегодня день рождения Богородицы. И для меня это событие, это событие, в котором как раз-таки он подписал, ну, подписал уже контракт непосредственно с духом смерти. К сожалению, с духом смерти он подписал государство, в котором он живет, потому что эту смерть ему принесет само государство. Понимаете, одно дело, когда, ну, если вы помните мою позицию, значит, с начала войны я говорил о том, что я призывал, я призывал к миру, я обращался к своим подписчикам, я там, в общем-то, в пять дней, вы помните это страшное мое состояние, не хочу его даже вспоминать, поднимать эти эмоции. Они все молчали, потому что боялись дубинки. Но какая интересная вещь. Когда человек сидит на диване, говорит, ну, как бы, что там, война себе, да и война, она не имеет никакого отношения, она не на нашей земле, пусть она себе там будет. Но! Второй-то вопрос, когда объявляется мобилизация. Есть, конечно, подводные камни этой мобилизации. Почему? Потому что мобилизировать хотят Николаевскую область, Херсонскую область, Донецкую, Луганскую, то бишь фактически наших национальных братьев. Ну, это не очень хорошая история, но я думаю, что это не получится. Но когда мобилизировать будут уже непосредственно граждан Российской Федерации, безусловно, люди с душой поймут, что на самом-то деле кроется за всем этим. Когда им скажут брать и идти на чью-то войну, не пойми какую, не пойми чью, не пойми за что и за кого, вот ровно в этот момент мы и получим то, чего мы с вами хотели с 24 февраля, с начала войны. Вот этого как раз-таки открытия людей, чтобы люди начали говорить. Я не знаю, как там будет развиваться, я просто знаю, что в ноябре, мы же помним мой разбор Путина, мы ждем все ноября, я очень жду этого ноября, когда же он уже там наконец-то произойдет, этот ноябрь, когда эта точка включится, которую я увидел. Но мне кажется, что это все ведет к печальному конусу, к дроблению, к дроблению великой федеративной державы. Ну, они сами для себя принимают такое решение. Самое важное для нас это молиться, не раскачивать маятник. Я до сих пор вижу этот маятник. Я до сих пор вижу, как люди внутри себя еще хранят агрессию. Если вы меня смотрите, пожалуйста, не позволяйте, не пропускайте ее. Вы даже не представляете, насколько категорично, болезненно и травматично она влияет в первую очередь по отношению к вам. Отправляйте любовь. Мне все время говорят, Сережа, как? Как отправить любовь? Вот просто взять и отправлять любовь. Выбор, какую отправлять эмоцию или какую отправлять чувство, всегда стоит за вами. В нашем сознании, в нашем мире, в нашем сознании наш мозг, он рефлекторно, самостоятельно принимает решение. У него есть только два пути, или плюс, или минус. Поэтому я рекомендую вам всем выдавать плюс, потому что жить счастливо, в новое время, на новой земле, в новых государствах, в новых устоях социальных, будут только люди, которые как раз-таки пришли к состоянию вот этой свободы. Поэтому мне хочется, чтобы вы у меня были свободны от зацепок, от социальных устоев, социальных программ, которые навязываются извне общества. Важно понимать, почему это происходит, почему это происходит. Высшие цели. Высшие цели, ну, безусловно, мы это тоже обсуждали не раз. Евгения написала очень прекрасные слова. Высшая цель, понимаете, когда просто вот мы с вами стали участниками страшных событий. Это очень болезненно. Но суть-то заключается в том, что ничего не поменялось же. Но суть-то заключается ведь в том, что мы с вами, как проживали эти войны, как мы проживали один и тот же сценарий, мы проживали один и тот же сценарий убийства, брата-убийства, войн, мы все это проживаем из года в год. Сейчас мы, являясь участниками этих условий, да, действительно, ой, как это страшно, как это печально. Это устрашно, это очень печально. Никто не имеет права забирать чью-либо жизнь, кроме Господа Бога, потому что Бог ее дал, и Бог только ее может забрать. Но эти сценарии, они всегда были. И если человек разумный, существо разумное, оно, если обернется назад и проанализирует историю, оно поймет, что ничего нового не происходит. Все происходит циклично. Мой третий прямой эфир после войны. Кто не смотрел, посмотрите. Я рассказал о кармическом законе граблей, цикличность. Мы все идем с вами по циклу. И остановить этот цикл может только тот человек, который выходит из него, который растрожествляется с маятника. Вот когда вы выйдете из этого маятника, все будет прекрасно, все будет хорошо. Вот. Так, историческое время. Королева умерла, Украина-Россия воюет, в Пакистане жгут хиджабы, в Китае говорят не прикасаться к иностранцам. Ну, вот так вот, да, Лерочка происходит. Интересно. Ну, время... Вообще, на самом деле, если мы с вами подумаем... Ладно-то мы, что мы там проживаем. Я вот думаю про бабушку свою, которая пережила вторую мировую, которая сейчас проживает все это. Я думаю, господи, мало того, что такой технологический прогресс, мало того, что все... А тут и корона, а тут еще и обезьянье-оспо, а тут еще война, а тут еще третья мировая у нас вот на носу, и тут еще вот... Ну, в общем... А тут еще столько всего, и мы с вами, в общем-то, стали свидетелями всех этих событий. Но что интересно, мы в 2012 году с вами говорили всегда о конце, грядет конец. Я не знаю, там предсказания Ванги, Настардамуса, но ведь конец уже идет, но ведь конец давным-давно уже начался. Мы с вами его проживаем, вот он сейчас вот в таком виде, в котором мы его видим. И дай Бог, чтобы земля еще... Земля еще к нам очень благосклонна, на самом деле, и земля еще очень позитивно так к нам относится, потому что, видите, она еще категорически не смывает нас отсюда, но я бы, наверное, на месте нашей планеты уже бы нас смыл, потому что то, что мы делаем, это страшно. Это очень страшно. Да, здоровья крепкого нашим родным, сто процентов. Я выставлю вам видео, я когда был сегодня в соборе, в соборе святого Павла, я поставил свечку за Украину и за наше прекрасное светлое государство. И мне очень приятно, кстати, что Украина находится в содружестве с Англией. Для меня это очень интересно. Это очень интересно, почему так, как так произошло. Я еще не разобрался, почему, но, в общем-то, нужно понять. Земля дает нам шанс, конечно, дает. Разбор матрицы индивидуальной еще можно у вас попросить в Телеграм, в ТГ, в Телеграме попросить индивидуальный разбор матрицы. Я не в Телеграме проводил разбор индивидуальной матрицы. Давайте проведем. Если бы у меня был компьютер, я бы прям... А, подождите, у меня есть одна вещь про день осеннего равноденствия. День осеннего равноденствия это день, когда открывается портал, смазывается граница, граница пары. Это такое очень магическое время. Сейчас у меня есть еще один телефон. Я попробую сделать... Сейчас я попробую... Секунду, вы меня сейчас не увидите. Я хочу подключить интернет к второму... Так, Суперледи, что вы там пишите? За оплату с ботом? Что у вас происходит с ботом? С оплатой? Что с оплатой? Разбор матрицы индивидуальной. Такие же консультации есть в чат-боте. Все посмотрите или напишите, вам менеджер ответит. Так, интернет у меня появился, но, в принципе, я могу разбор сделать, что там. У Елизаветы же есть корни украинские, может, поэтому дружат. Для меня это новость, что у Елизаветы есть украинские корни. Я ни сном, ни духом об этом я не знаю. Белка сидит и слушает с нами наш эфир. Очень круто. Слушайте, подключился телефон к второму интернету, поэтому могу разбор сделать. Вот. Ну да, твреждения начали уже все писать. Уже начали писать дату рождения. Ну, если хотите разбор, то дайте мне дату рождения, запрос и имя мне нужно. Просто дату рождения вы мне дадите, и что же ее поближе. В общем, как-то вот так вот. Вопросов больше нету, все. Все, все ушли в разбор. Ну, давайте. Философствовать больше не хотим. Ну, ладно, тогда и не будем. тогда и не будем. Так, открываем. Там, матрица, расчет. Сейчас я открываю сайт с разбором. Ну, и, в общем-то, вот этот прямой эфирок, ну, вы поняли, что он не по теме этой красивейшей афиши, которую у меня сделали. я завтра после Стонхенджа просто я еще не укомплектовал все, все то, что я внутри себя имею. Я выдам очень мощную, очень мощную и сильную информацию. Так, так, Наталья, ну, нужно ли здесь оставаться? вопрос, ответ, на самом деле, то у вас есть. Так, ритуал защищения с солью можно в данном действии? Конечно, безусловно, но вообще, понимаете, любой энергетический день является днем для практики, поэтому, безусловно, можно, нужно. Какой из себя в сфере раскрыть? Реализация, реализация, Таня, Запад, реализация, реализация. Что-то кроме реализации есть? Давайте какой-то, давайте, если-таки, тоже цикавый, интересный, цикавый, и, конечно, тоже цикавый пытание хочется. Как что уже раскрывает, это раскрывает еще и суттево, глубоко. Виктория, дружба. Классный, классный запрос. Вау, Лидия, во благо. Да, по поводу марафона я, наверное, проистенирую второй раз, чтобы мы прям опять сделали такой прям групповой марафон, ну, чтобы вместе коллективно собраться, знаете, чтобы вы не поодиночке работали. Угу. 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 Так, ну, вот давайте, в общем-то, тоже банально, но хоть, хоть как-то, хоть как-то. Вот девушка написала, что тут просто интересно, будем разбирать с вами годовые периоды, это, это мне нравится. девушка Оле на Нарда, 12-10-е, 1980-1983 год, суть запроса, на что обратить внимание по энергиям, приближаюсь к 40, чувствую перемены. Сейчас с вами посмотрим, что там приближается к вам. Елена. Так. Елена. Значит, поехали. Ну, в первую очередь, Елена, для того, чтобы, для того, чтобы раскрыть, для того, чтобы раскрыть ваш талант, вы должны понимать, что вообще любой человек, который приближается к 40 годам, это человек, который приближается к периоду, то есть, вот все, кто смотрит эфир, вы должны понять, что с 38 до 40 лет происходят некие перемены, переключения на новые кармические задачи, переключения в новое видение, в новое понимание, потому что включается кармическое предназначение социального плана, но вот эти перемены, которые человек начинает ощущать до 40 лет, это перемены, которые гласят нам глобальный переворот и трансформацию первого кармического предназначения для себя, поэтому начну разбор для Елены с разбора ее кармического предназначения для себя до 40 лет. Елене до 40 лет очень важно было открыть свое сердце по отношению к окружающему миру и научиться взаимодействовать с этим миром через призму безусловного принятия, буквально принимая этот мир таким, как он есть. У Лены есть такая очень серьезная пограничность и эта пограничность она фактически знаете, может быть связана ну не просто с гордыней, а с глобальной гордыней, условной гордыней по отношению к окружающему миру, потому что с одной стороны я вижу девушку очень закрытую, девушку, которая боится раскрыть свои таланты, девушку, которая боится ну почему-то проявлять себя, говорить о себе, как будто бы перечеркнула и поставила точку на своих талантах и на своих мечтах, потеряв любовь по отношению к самому себе, что привело к расторжествлению и отказу гармоничной взаимосвязи с окружающим миром, потому что ее взаимосвязь с окружающим миром строится через призму через призму некого обвинения, через призму непринятия интеллектуального, через призму заносчивости, через призму до какого-то классового деления, потому что сейчас ее земное предназначение остенирует в ней оборот вовнутрь себя. Лена, рекомендация сейчас что сделать для того, чтобы смазать период кармического вакуума? В первую очередь необходимо отключиться полностью от внешнего окружения, нужно сейчас перевести фокус внимания на себя. Первая рекомендация нужно включиться в занятия как любым творчеством, любым творчеством. В детстве, если мечтали петь, вот я не знаю, хотела, мечтала быть певицей, мечтала, я не знаю, рисовать, быть художницей, мечтала играть на фортепиано, вот сейчас, пожалуйста, пойдите и начните реализовывать, начните учиться, идите на вокал, идите на занятия музыкой, идите занимайтесь спортом, то есть мне нужно сейчас, чтобы вы начали раскрывать свое творчество. Второе, очень важно, чтобы вы посмотрели прямой эфир «Любовь к себе». Почему? Потому что сейчас до 40 лет очень важно асценировать и включить состояние глобальной любви к себе, для того, чтобы не разрушалась внешняя социальная конструкция. Почему я говорю о внешней социальной конструкции? Потому что у вас включается в 40 лет социальное предназначение, передача глобальных знаний и глобальное влияние на судьбы людей. Возможность влиять на судьбы людей, способность влиять на судьбы людей появится только в том случае, если вы откроете свое сердце и откроете свою душу по отношению к окружению. А это возможно только после того, как вы соединитесь с внутренним источником самого себя. И очень важно сейчас наконец-то уже утвердиться в тех знаниях, утвердиться в своих пониманиях, утвердиться в своем видении, кто я, что я, насколько я экспертный, насколько я могу обучать, насколько я могу вести за собой людей, то есть как будто бы повысить свою внутреннюю самоценность, потому что сейчас этой самоценности я не вижу. Конечно, мы можем говорить, что этой самоценности нету там из-за установок детства, из-за того, что были определенные травматичные ситуации, из-за того, что нарушен баланс брать-давать, но мне очень, просто ваша внешняя конструкция, она кардинально другая от того, что у вас внутри. И эта внешняя конструкция, она не позволяет вам заглянуть вовнутрь себя и увидеть свою теневую сторону. Ваша проблема заключалась в том, что вы всю жизнь бежали от своей теневой стороны, вы всю жизнь отказывались от этой теневой стороны, а на самом деле ее нужно было принять, а на самом деле с ней нужно было соединиться, потому что в ней были такие важные ресурсы. Но от этих ресурсов вы отказываетесь, потому что вы знаете, как болезненно вы этими минусами делали миру и окружению. Поэтому давайте трансформировать эту теневую сторону, менять эту теневую сторону, ну и ровно в этот момент сразу все закрутится по-другому. Сейчас включилась энергия раскрытия души, соединения с духовным потенциалом. До 40 лет самая главная задача – соединиться с источником души, что приведет вас к правильному входу в кармическое предназначение для себя. Леночка, это все. Благодарю вас за вопрос и буду благодарен вам за обратную связь. Ну вот, в общем-то, разобрали. Иди, Лена. Ну вот и Лена написала. Благодарю, очень увлекается. Я рисовала, по последним годам перестала. Очень ценная информация. Во благо, Леночка. Кстати, вот, Лен, попробуйте действительно пройти марафон. Он в открытом доступе, он абсолютно бесплатный. Марафон 22 энергии. Ну, я считаю, что это получилось, ну, прям вот такой совершенно какой-то совершенный такой труд. И за счет того, что он в открытом доступе, просто возьмите, да и пользуйтесь. Он действительно запускает процесс другого понимания мира, себя, и реально дает немножко другую конструкцию видения мира. Попробуйте. Я думаю, вам очень поможет. На Стоунхенджи я завтра буду к часам десяти утра. Девять-десять утра буду уже там. Ну и планирую там прям практиковать. Хочу взять с собой полосанту, хочу помедитировать, ну прям, хочу прям поработать. Если кто-то, если кто-то в Лондоне, приезжайте завтра на Стоунхенджи. Так, будем вместе медитировать. Так, вот, кстати, интересный вопрос. Давайте поговорим о нем. Это тема, которую я раскрываю своим ученикам на своей школе. Сархей, а че все свои энергии вывелы в плюс, еще было пропортировать наиваще. Очень. Я Ренекс. Это, по-моему, девочка, которая у меня на сам сверхкормолог с моим сопровождением. Вот я буду рассказывать это, кстати, вам на эфирах. Так вот, девушка, которая написала «Яка зона комфорта моего ребенка?» Прошу вас, откройте кальпулятор матрицы и посмотрите, какая зона комфорта. Или посмотрите любой мой эфир о расчетах. Смотрите, вы должны уйти от иллюзии или понимания, что любая из энергий может находиться в плюсе. Если вам кто-то говорит о том, что у меня все мои энергии находятся в плюсе, смело плюньте этому человеку в лицо, пожалуйста. Энергия – это субличность. Энергия – это представьте, что это человек. Любая энергия в той или иной ситуации, как и человек, проявляют себя с той или иной стороны. Так вот, когда мы работаем, любая энергия движется в позитивном и негативном заряде. По закону маятника она движется. У нас есть атом. Он заряжен позитивной и негативной энергией. Все заряжено позитивной и негативной энергией. Негативная энергия или негативное качество любого архетипа не является тем страшным аспектом, который вы для себя придумали. Умение трансформировать свою матрицу или быть трансформированным человеком, или быть духовно пробужденным человеком как это новомодно говорить в современном мире это значит уметь управлять своим минусом и уметь якориться в своем позитивном качестве но безусловно если я 10 архетипа если я родился 10 но безусловно я могу полениться или но безусловно если 10 архетипа ну конечно если меня кто-то будет очень сильно просить ну конечно я пойду на уступки сделать то что у меня попросят несмотря на то что я например в какой-то момент не буду хотеть этого делать это будет якобы минус этой энергии. Но общий фон моей матрицы – это вибрация. Что я излучаю в этой вибрации? Так вот, каждая энергия, она имеет глубину и не существует. Первый этап трансформации, который проходит человек у меня после консультации или мои ученики, вот мы проходим какой-то материальный базис. Мы трансформируем изначально какие-то материальные качества. Конечно, на сегодняшний день я не могу сказать, что во всех своих энергиях, которые есть в моей матрице, я нахожусь в негативном качестве. Просто у меня энергия мне повезло с энергией. У меня энергии 6, 12, 18, 10. У меня вот как бы такое масло мазанное, вилами по воде писанное. Я всегда называю свою матрицу именно так. То есть она такая очень коммуникабельная, энергичная. То есть раньше это било очень сильно по моим эмоциям. Я был депрессивным, истеричным, агрессивным. Ну и в общем-то после проработки. То есть там во мне сейчас просто нет обид, во мне сейчас нет агрессии, во мне сейчас нет эмоциональных качелей. Я считаю, что это абсолютно прекрасная трансформированная работа, абсолютно прекрасный уровень. Но на каждом этапе трансформации всегда открывается какой-то новый путь, всегда открывается какая-то новая глубина, которая в тебе открывает новую зону роста, которая открывает новую зону личности. Если вы мастер, если вы работаете с клиентами, психолог, торолог, кто угодно, если вы остановились в своем развитии, если вы говорите, что вот вы гуру, вот что вы вы вот так себя проработали, ну, вы, наверное, должны пойти на переквалификацию, потому что для меня лично вы не будете специалистом, и я никогда к вам не обращусь. Неважно, кто вы и что вы, вы обязаны всегда работать и всегда трансформироваться. Когда мне говорят, Сережа, трансформировали ли вы себя, не существует предела трансформации, потому что трансформация – это вся наша жизнь. Но условия и ситуации этой трансформации вы получаете по результату тех действий, которые вы выполняете на протяжении жизни, жизнь, которая является трансформацией. Понятен за крут, который я закрутил? Так, можно ли самой проработать свои обиды? Не можно, а нужно это делать. Еще раз повторюсь, если вы посмотрите на личность, если вы посмотрите на свои сознательные, бессознательные процессы, если вы посмотрите на себя, как на Вселенную, если вы посмотрите на себя, как на Творца и на Бога своей жизни, своей реальности, всего, что происходит в вашей жизни, именно вы, как Творец вашей жизни, и обязаны сами прорабатывать свои обиды и все остальное. Я всегда говорю, ко мне на консультацию приходят лентяи, которые не хотят ничего делать. Ну и вот я с ними работаю, как с лентяями. Потому что мне в свое время, ну, мне было очень тяжело. Меня не направляли. Мне приходилось самому. Да, это тяжело. Да, в какие-то моменты, основываясь на том судьбоносном пути, который вы имеете, вы будете набивать шишки, у вас будут подножки, у вас будут взлеты и падения. Но в этом и заключается суть жизни. И когда мы относимся к этой сути жизни, вот в таком проявлении, в котором она есть, у каждого это свое, у каждого есть кризисные точки, позитивные, негативные. Но когда человек в любой своей жизни относится к ней позитивно, относится к ней через призму принятия, через призму любви, через призму улыбки, но в этот момент совершенно по-другому строится как раз-таки эта трансформация, и она проходит очень мягким образом, абсолютно мягким. Марфонность даже кого-то изменит в моей жизни, а Люда, кажется, еще я наведу с узов не изменился. Дорогая такая, какая-то колоссальная марфонная. Мы видим трансформацию, далее вечуваю и продолжим. Светочка, я вам невероятно благодарен за эту обратную связь. И я желаю, чтобы вы не останавливались в вашей трансформации, потому что, как вы уже услышали, предела совершенствования существ нет. Вот. Вот, вот, вот. Так, разбор не буду делать. Ребятушки, ну у меня еще вот там 5 минут осталось до конца эфира. Через час. Говорите, говорите, что хотите. Так, даже в падении надо благодарить за этот опыт. Так, кто эти гениальные слова написал? Светлана. Ну это прям вот то, чему я и учу. Понимаете, мы любое просто, мы привыкли оценочно к падению относиться как к минусу. Отнеситесь к падению как к возможности роста. Вот когда ты вот так начинаешь мыслить, то тогда падение, вау, круто. Падение. Слава богу, что я упал. У меня есть возможность опуститься, проанализировать и создать совершенно новое. Да, во благо. Светланочка, во благо для вас. Во благо. Очень мне тоже интересно, что будет сейчас, когда я приеду в Португалию. Колокола от собора святого Павла. Это вообще как? Так вот, я не знаю сам, что будет происходить, когда я приеду в Португалию. Потому что для меня сам по себе любое путешествие, для меня это безграничность, это расширение, запуск чего-то нового. Вы знаете, что после любого путешествия я приезжаю, сразу очень много пишу, очень много создаю, очень много делаю. И мне очень интересно, что даст для меня вот эта поездка. Очень интересно, вот прям так интересно, невероятно. Как понятно, отработали ли кармические отношения? Если эти кармические отношения закончились, у вас нет флэшбэка, воспоминания и мысли об этом человеке, значит, все отработано. Почему нет? Почему нет? Да, Вероника, 100%. Все будет только так, как по-другому. Яков за эфир. Ну что, тогда я буду прощаться с вами. Дорогие друзья, завтра я постараюсь сделать все для того, чтобы провести совместную практику на Стоунхенже в прямом эфире открыто для всех. Сделать медитативную технику. Я хочу сделать технику растрожествления. В общем, у меня есть мысли, что я хочу там сделать. И за счет того, что я буду находиться там и я буду вас проводить в этой технике, уверен, что это будет невероятно мощно, невероятно круто. Я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорой встречи. Поэтому, собственно говоря, завтра с вами увидимся. Кто в Лондоне, обнимаю вас душой и сердцем. Возможно, мы с вами сегодня или завтра увидимся. Всем пока-пока. На Стоунхенже планирую быть в 9-10 утра по Лондону. По Киеву это 11-12. Где-то в это время. Поставьте, пожалуйста, напоминание, уведомление на странице Инстаграма, для того, чтобы вы не пропустили, не дай бог, эфир. Потому что будет очень круто и очень мощно. Люблю вас. До скорой связи.